Я занималась летом, играла на даче в песочнице и делала куличики. А настроение у меня прекрасное. Еще не акулы-пера, но подают на это надежду. Этим маленьким бейчанам по 6 лет, но они уже практикуют себя в качестве журналистов. Такая возможность у них появилась в детском саду 17-й школы. Там запустили свой телеканал. Совсем еще юных мальчишек и девчонок учат снимать сюжеты и проводить ежемесячные эфиры. В них они отражают жизнь образовательного учреждения и рассказывают о событиях в городе. В эфире детский телеканал Академия. Здравствуйте, я и вы ведущая Василиса. Несколько недель назад наша съемочная группа побывала в гостях у этих ребят. А теперь юные журналисты уже приехали к нам. Надо сказать, что ребятам очень повезло. Они побывали в нашем новом павильоне. А ведь еще полгода назад он был виртуальным. И запись программ проходила на зеленом фоне. А затем с помощью оборудования все это вырезалось и подставлялась рисованная студия. Шеф-редактор Бийского телевидения Евгений Плохотин рассказал гостям, как проходит запись новостей и тематических программ. Вот смотрите, ведущий, он не учит текста наизусть. У него есть суфлер. То есть ты когда здесь сидишь, ты читаешь текст прямо с монитора. Ребята познакомились с командой Бийского телевидения и узнали о реальной работе профессиональных корреспондентов, операторов и монтажеров. Оказалось, что у нас есть общая забавная история, связанная с записью выпуска новостей. Мы в садике снимаем новости. Я сижу за столом, ну таким деревянным, а там стул. И там я сижу на книгах, ну чтобы повыше я была. Ну собственно, как и у нас, да? Да, ну чтобы повыше быть, мы тоже сидим на книжках. Гостям понравилось то, что они узнали и увидели. Мы показали им редакцию, комнату, где проходит монтаж программ, уголок звукозаписи, павильон, аппаратную и даже свой небольшой музей. Теперь осталось подождать пару лет и, возможно, к нам придет новое поколение интересных и классных журналистов. Всем хорошего дня и отличных оценок. Увидимся. Увидимся в следующем выпуске новостей. Все снято. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, Будни. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...